Магазин автозапчастей я накопил 3 миллиона рублей. Как и откуда начать заниматься недвижимостью? Хочу вязать запчастей на реализацию поставщиков и открыть второй магазин, но присутствует страх. Не знаю, как создать надежную команду. Помните всегда, один магазин дороже, чем пятый магазин. Пятый магазин дешевле обойдется. Почему? Почитайте любую книгу об успехе. Это Hot Brain Trace, Hoboda Schaefer. Они все на 99% говорят в среднем от 3 до 5 раз. За 2 года могу уверенно сказать. Просто соблюдайте транс-рецепт. Доходы очень скромные. Чтобы открыть свое дело, не хватает решительности. Есть синий, ему 14 лет, увлекается компьютерами. А за полгода внимательно слушая вас, имеет 2 этажа жилища и хорошее настроение в жизни в целом. Два раза банкротился, но вышел из этого ситуации, даже собрал собственный грузовой автопарк и достиг мечту своего, который поставил 4 года назад. Теперь не знаю, как дальше продвигаться. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Очень-очень рад, что вы смотрите нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, своим друзьям, кто нуждается в этих ответах, кому они могут быть полезными, кому вообще могут принести пользу наш канал. Я надеюсь, что вот в чем-то мы и полезны для вас. Наш канал создан для тех людей, которые хотят реализовать себя, хотят быть финансово грамотными, хотят научиться зарабатывать деньги, хотят создать хорошую семью и так далее. Дорогие мои, берите, если что-то хорошее найдете, если что-то полезное найдете. А то, что вам не по душе и то, что вам не нравится, пройдите мимо. Роза, самая лучшая даже роза, не бывает без щипы. Здравствуйте, Санур Довлатов. Очень благодарен вам за ваши лекции и за то, что можно задавать вам вопрос. У меня ситуация такая. 5 лет я имею магазин запчастей для грузовых автомобилей. Работаем, продаем, я сам и мой отец. Доход хватает на аренду и на проживание. Как быть дальше? Хочу вязать запчастей на реализацию поставщиков и открыть второй магазин. Но присутствует страх. Не знаю, как создать надежную команду. Подскажите, как это сделать? Создать команду, пожалуйста. Спасибо большое. Да, если у вас один магазин, прибыль будет не очень большой. Она уходит на жизнь и на того, и так далее, и так далее. Поэтому открывайте вторую. Это очень-очень важно. Вы, наверное, если 5 лет на одном магазине сидите, у вас не было расширения, это проблема. За 5 лет много чего изменились вокруг вас, изменилось, можно сказать, на рынке, а вы остались на том же уровне. Поэтому у вас доход не хватает и так далее. Поэтому обязательно открывайте второй магазин. Помните всегда, один магазин дороже, чем 5 магазин. 5 магазин дешевле обойдется. Почему? Потому что административные расходы резко сокращаются, логистика сокращается, скидки получаете. Когда вы побольше товар получаете у поставщиков, вы получаете нормальные скидки и так далее. Так что за счет скидки и за счет административных расходов, которые вы сокращаете, вы можете зарабатывать. Бухгалтер будут один и тот же, например. Логистика одна и та же, реклама одна и та же. Это все. Поэтому 3-5 магазин держат всегда дешевле, чем один. Поэтому все люди приходят на модель масштабирования, на модель построить сет магазинов и так далее. Так что делайте. Желаю вам успехов. Если вы в магазин прибыльно, только берите, только вы же ассортимент уже знаете, 5-летний опыт у вас есть. Уже рынок понимаете, свой потребителя знаете. Только не берите много. Если поставщики дадут вам даже товар, не берите много. Берите только столько, столько можете продавать. Ассаламу алейкум, Санур Раджабович. Я работаю в сфере продажи строительными материалами и в течение 15 лет я столкнулся с множественными проблемами. Два раза банкротился, но вышел из этого ситуации, даже собрал собственный грузовой автопарк и достиг мечту своего, который поставил 4 года назад. Теперь не знаю, как дальше продвигаться. У меня на данный момент работает 10 человек. Как мне от вас получить консультацию или совет? Спасибо заранее, Уламбек. Дорогой Уламбек, бизнес это мощная школа. Я несколько раз поднимался и банкротился. Я это очень хорошо понимаю, о чем вы пишете. Поэтому пишите в нашем сайте, пишите заявку на консультацию. Это будет для вас полезно, эффективно. Часовая консультация. И мы с вами обдумаем, разрабатываем новый подход, новая стратегия. Почему? Потому что вы дошли до того уровня, который уже дальше не видите, как быть. О таких вещах стратегию не выбирают на одном словом. Что бы сейчас я вам не скажу, это будут просто мнения. Или то, что я буду говорить, это будет моего прошлого опыта. А мой прошлый опыт может быть именно в вашей ситуации. Может быть совпадает, может быть не совпадает. Обычно 60-80% не совпадает. Ситуация индивидуальная. Это похоже на то, что вы не можете пойти к врачу, чтобы врач вам написал, составил вам диагноз и писали лечение на основе свой прошлый опыт. Все-таки умный врач берет анализ и на основе анализа составляет диагноз и потом пишет лечение индивидуальное. Хотя может быть он 40 лет врач. Поэтому у меня ситуация тоже такая. Идите на часовую консультацию с радостью, с удовольствием, поработаю с вами. И чем могу, тем буду помогать. Хорошо? Здравствуйте, наставник. У меня магазин автозапчастей. Я накопил 3 миллиона рублей. Как и откуда начать заниматься недвижимостью? Спасибо. Недвижимость это для вас сфера, незнакомая сфера. Я бы рекомендовал вам расширять магазин запчастей. Я бы рекомендовал вам так. Расширяться, увеличивать и так далее. По крайней мере, из этих 3 миллиона, которые вы накопили, 2 миллиона направят на запчастей, чтобы увеличивать. Миллион держат для того, чтобы в будущем заниматься тогда недвижимость. Накопите по чуть-чуть еще. Еще накопите, потом займите недвижимость. А с чего начинать заниматься недвижимость? С выбора классной недвижимости. Недвижимость несколько классов имеет. А, Б, С, А, класс и так далее. Она имеет много категорий и так далее. За одного слова, ну ладно, я могу вам одно слово сказать, но не знаю, вы поймете или нет. Вы должны понять, какой категорией недвижимости вы хотите заниматься. Это коммерческая недвижимость или жилой комплекс. Вы хотите заниматься А-классной недвижимостью, это новое строительство, новое недвижимость, например, которое только-только строится 1-2 года. Или вы хотите заниматься вторичным жильем, которое 15-20-30 лет, всей категории. Вы хотите просто приобрести недвижимость и потом ремонтировать, продать. Все категории недвижимости ремонтировать, превращать в беи и продавать. Или вы хотите строить и так далее. Все зависит от вашей желания. Лучше идите на часовой консультации. Там можно ваши возможности анализируя, разработать для вас самый правильный подход, чтобы вы могли в недвижимости зарабатывать нормальные деньги. Помните, я свои первые миллионы заработал в недвижимости. Доброго времени, уважаемый Санур Раджавич. Меня зовут Наташа. Мне 30 лет. Живу и работаю в городе Краснодар. Я мастер-пригмахер, работаю в одной из сетей салонов красоты. Доход очень скромный. Чтобы открыть свое дело, не хватает решительности. Есть Синя, ему 14 лет, увлекается компьютерами. Посоветуйте, пожалуйста, чего начать, чтобы доходы увеличились и куда направить Синя на дальнейшем учиться и работать. О вас узнал у одного из клиентов, который, слушая вас, улучшил контрол над своими доходами и начал строить свой дом на строительство, который 5 лет не мог выделить ход, какие-то средства. А за полгода, внимательно слушая вас, иметь два этажа жилища и хорошее настроение в жизни в целом. Спасибо, спасибо, Наташа. Я думаю, что первое, что вы должны делать, вы работаете на комиссионной. Это первое, что вы должны делать. Не на зарплату, а на комиссионной. То есть я не знаю, у вас такое практикуется или нет. У нас, например, 50% дается. Пригмахеру 50% возьмется сет-салон, хозяин салона. Начните с этого, если у вас там такое есть. А если уже есть такое, и сумма, которую вы зарабатываете, хотя бы какой-то час вы должны начать откладывать. Дело в том, что когда мы начнем небольшую сумму даже сохранить, у нас подсознание начнет работать по-другому. В нашем подсознании есть такой импульс. Это, понимаете, что это означает? Сознательная наша часть мозга – это всего лишь 10% нашей действия. Подсознательная часть нашей – это 90%. То есть мы всегда в жизни, образ жизни ведем, не так, как сознание говорит, а так, как подсознание ведет. То есть все наши привычки, образ жизни, подходы, она подчиняется нашим подсознаниям. Например, мы умом понимаем, что надо сохранить деньги, а в реальности-то мы тратим их. Умом понимаем, что надо спортом заниматься. В реальности не делаем. Умом понимаем, что есть польза чтения книг, но в реальности не делаем. Вот похоже на этого. Например, умом понимаем, что надо похудеть, например. А в реальности ничего не делаем, чтобы это изменить что-то. Поэтому наши поступки, наш образ жизни подчиняются нашим подсознаниям. Значит, что надо начинать делать? Начните откладывать хотя бы с тем небольшой суммой, с 10% откладывайте, 10% незаметно просто. А если сможете чуть больше, больше откладывайте. Если можете половину откладывать, половину откладывайте, но начните это делать. Просто когда вы начнете это делать, подсознательно, каждый раз, когда вы думаете о деньгах, мысли. В день более 6 тысяч мыслей о деньгах в голове человека. Разным путем. Знаете, как происходит это? Косвенно, напрямую, по-разному, в общем, происходит. И каждый раз надо пойти на работу. Это о чем? Зачем работать? Косвенно это тоже мысль о деньгах. Надо построить дом или надо сынок где-то учить. Это все косвенно о деньгах, например. Вы представьте, каждый раз, когда будете думать о деньгах, подсознание. Когда вы откладываете деньги, подсознание всегда будет напоминать вам. Есть денег, деньги есть, деньги есть. Например, вы думаете о деньгах? Денеги есть, деньги есть, деньги есть. Когда он много раз утверждает ваше подсознание, что денег есть, денег есть, денег есть. И знаете, внутри у вас настроение меняется. Потихонечку, потихонечку у вас уверенность растет. И я хочу вам уверенность сказать, как ваше внутреннее состояние выше норма станет. И ощущение того, что жизнь как будто давит, ощущение беспомощности, как начнет уменьшиться, исчезнуть, тут же у вас доход растет. Вот с этими небольшими деньгами, с этими небольшими деньгами вы уже можете потихонечку потом арендовать. То есть у вас уверенность в себе растет. Запомните, когда у вас немножко накопление денег будет, прочтите мою книгу «Я и деньги. Стратегия мечтения богатых и бедных». «Я и деньги один», «Я и деньги два». Потихонечку у вас внутренняя уверенность растет. Чуть-чуть, пусть небольшой капитал будет, хоть немножко, уже небольшой. И потом вы можете уже арендовать отдельные помещения с кем-то-нибудь в партнерстве, чтобы он вкладывал на оборудование и так далее, и так далее. А вы увеличиваете мастеров и контролируете, доходы у вас сразу начнут расти. В среднем от трех до пяти раз. За два года, могу уверенно сказать, за два года. Просто соблюдайте этот рецепт. Бог даст, вы справитесь. А куда направить сына, чтобы он учился, ему 14 лет? У меня бывает мини-мастер-класс, у нас мастер-класс есть для детей, 12 дней. Направьте его на этот курс. Он онлайн есть тоже, онлайн тоже будет, по-моему, в ноябре или декабре будет, недавно закончил, будет еще. Понимаете, надо, чтобы ваш сын стал самостоятельным, чтобы он сам планировал свое будущее, чтобы он начал думать, как успешные люди. Моя задача помочь у него формировать мышление. Понимаете, некоторые люди не могут понять, что деньги зарабатываешь не потому, что знаешь о деньгах. Куча бухгалтеров, куча экономистов, куча финансистов, которые учились в вузах, но они только умеют читать деньги, учеты вести, список составлять. Деньги богатым станешь, зарабатываешь, только если у тебя мышление правильное. Почитайте любую книгу об успехе. Это ход Брайан Трейсер, ход Бодру Шефер, ход, не знаю, Киасаки, ход Энтен Робинс. Они все на 29% говорят, на 90% это точно они говорят о мышлении, о психологии. Потому что человек, прежде всего, это психолога. На базе любой вещи стоит отношение. На базе это отношение с самим собой, отношение к другим, отношение с окружающим. Как ты наладишь отношение. Даже, например, вы согласны со мной, что огромное количество людей, которые у них есть идеи, но у них не хватает уверенности даже свои собственные идеи реализовать. Огромное количество людей, которые, знаете, у них есть знания, образование, но у них не хватает энергии, силы в жизни что-то делать. Они это время проводят просто лежа на диване, или спят под отделом, или возле телевизора, или на инстаграме сидят долго, не знаю, что они там делают, но у них вот так и происходит их жизнь. Поэтому мои тренинги направлены для того, чтобы поддерживать человека, раскрыть тот талант, который Богом дано. Сыну направьте на наш мастер-класс для детей. Он сам пусть выберет в свою будущую жизнь. А вы поддерживаете в этом, потому что он должен найти тот талант, который ему Богом дано. Почитайте мою книгу «Мой гениальный ребенок» и еженедельно поработайте со своим сыном. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Не забудьте, пожалуйста, сделать три важные вещи. Пишите под комментарии первые, что вам было полезно из этого видео. Второе, сколько человеку вы направили это видео. И третье, из вашего опыта. Если вы в предыдущих моих рубриках слышали или книги читали, если это давало вам какая-то польза, пишите об этом, потому что это, оказывается, это нужно делать для того, чтобы в вашей жизни было еще больше полезной, больше хорошего. Это нужно делать для того, чтобы еще выставили причину, чтобы еще кто-то почитал книги, кто-то еще посмотрел видео. Но если вы принесете в жизнь большее количество людей, вы станете причиной изменения жизни других людей, жизнь вознаградит вас. Что сеешь, то и соберешь. Сейте добра, добра вокруг вас будут. Сейте богатства, богатства будут вокруг вас. Сейте любовь, вокруг вас будет много любви. Поэтому, что сеете, то и соберете. Таково закон жизни. Желаю вам успеха и всего доброго.